Аклбек Джапарус в Синьдзянском Уйгурском автономном районе встретился с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии, секретарем партийного комитета Коммунистической партии Синьдзянь Уйгурского автономного района КНР Ма Синьджуе. На повестке дня обсуждали основные темы – энергетика, транспорт, логистика, почтовая связь, сельское хозяйство, туризм, культура и образование. Председатель Кабинета министров подчеркнул готовность кыргызской стороны к реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане, в том числе упомянув строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Особое внимание стороны уделили вопросу модернизации пунктов пропуска Иркештам и Торугард. В данном контексте глава Кабина отметил необходимость оптимизации деятельности двух КПП, в том числе путем расширения их пропускной способности, реконструкции и расширения автодороги, а также выдачи водительских виз. Сознательность за традиционное гостеприимство и радушие. За относительно короткий период мы встречаемся с вами уже в второй рак. Я этом искренний ряд. Наш визит в Урумчи, в Сувар, мы ждали с большим нетерпением и мы к нему готовились шательно, готовы принять участие не только на выставке, но и два дня по работе. Стороны обсудили возможность открытия нового пункта пропуска Бедель на Кыргызско-Китайской границе и строительства автомобильной дороги Барскон-Учтурфан-Аксу. Стороны констатировали наличие хороших перспектив в сфере реализации проектов по развитию гидроэнергетики и проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, секретарь партийного комитета Коммунистической партии Синьцзянь-Уйгурского автономного района КНР Ма Синчжуй, отметил, что Кыргызстан является дружественным соседом Китайской народной республики. Синьцзян-Уйгурский автономный район географически близок к Кыргызстану и мы готовы к углублению сотрудничества в сфере энергетики, зелёной экономики, почтовой связи, электронной коммерции. Мы также заинтересованы в импорте продукции из Кыргызстана в Суар и готовы поддержать проекты, направленные на укрепление экономических и гуманитарных связей. Необходимо также увеличить количество авиарейсов между нашими странами. Кроме того, правительство Суар планирует выделить 25 квотных бюджетных мест крыгызским студентам для обучения высших учебных заведений Суар. Встреча прошла в дружественной обстановке. На повестке дня стояли такие темы, как торгово-экономические отношения и инвестиционное сотрудничество. Ежегодно правительство Суар предоставляет нашей стране по 25 квот. Со следующего года планируется увеличить количество квот. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов. Пункт пропуска Бедель. Соглашение между Кабинетом министров Кыргызстана и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая о расширении сотрудничества почтовых служб двух стран для развития трансграничной электронной торговли и активизации продвижения ускоренного пропуска почты. Соглашение между Кабинетом министров Кыргызстана и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая о предоставлении 25 стипендиальных мест для обучения граждан нашей республики высших учебных заведений СУАР Китайской Народной Республики. Меморандум о намерении по сотрудничеству в строительстве каскада Сарыджас между Министерством энергетики Кыргызстана и компанией ТБА. Проект меморандума о сотрудничестве между Министерством энергетики Кыргызстана и компанией ТБА по строительству линии электропередачи 500 КВ Кимин Торугард. Китай – один из главных торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Между государствами успешно реализованы совместные проекты в сфере энергетики и транспорта. В частности, строительство и запуск линии электропередачи ТАТКА Кимин, реабилитация автомобильных дорог Ош-Баткен-Исфана, Бишкек-Балакчи и Бишкек-Нарантуру-Гард, модернизация ТЭЦ-Бишкек, автомобильная дорога Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, а также альтернативная автомобильная дорога Север-Юг. Эти проекты укрепили энергетический и транспортный логистический потенциал Кыргызстана, тем самым обеспечивая развитие национальной экономики.